Как сделать проект «Россия-10» истинно народным? Спрашивали советы у журналистов, ньюсмейкера на пресс-конференции в Интерфаксе. Напомним, в интернет-проекте заявлено 12 памятников природы и архитектуры из областного центра и других городов региона. Основное назначение проекта – вновь и вновь все-таки понять, что наша страна, наша Россия, она уникальна. В нашей стране огромное количество достопримечательностей, памятных мест, и нам есть чем гордиться. Проект стартовал в начале весны. Объекты для размещения выбирали в Русском географическом обществе. Ивановцы с предпочтениями федералов не согласились и добавили к Старой Воскресенской церкви Николы Тихонову монастырю в Лухе, Николы Шартомскому монастырю в Шуе и Щудровской палатке еще несколько объектов. Два архитектурных памятника в Плесе, Фурмановскую церковь иконы Божьей Матери и Асафовы острова. Большее количество голосов на сегодняшний момент у Шуйской колокольни. Во-первых, это самая высокая колокольня из отдельно стоящих в стране, 106 метров. Ну а так, если брать с учетом колокольн, которые примыкают к храмам, то вторая по величине после Петропавловской крепости в Петербурге. Чтобы участвовать во втором этапе конкурса «Россия-10», ивановские объекты должны войти в десятку лучших в ЦФО. Голосование продлится до 30 июня. Сегодня по ЦФО 14 место занимает колокольня Воскресенского собора. Пока это явный лидер, чуть менее у Старой Воскресенской церкви, 60 429. Если памятники Ивановской области выдержат серьезную конкуренцию, соревноваться в ЦФО приходится даже с собором Василия Блаженного, то один из архитектурных шедевров нашего края украсит ландшафтный парк России или получит преференции субсидий из федерального бюджета. Голосовать нужно активнее, замечают только самых сильных конкурентов.